Каманин Фёдор Георгиевич. Повесть «Золотой рубин». Глава 4. Генрих Шульц знакомится с фабрикой. Генрих Иоганн Шульц только одну ночь ночевал в Генеральском дворце. На другой день ему была определена постоянная квартира у соотечественника его, мастера алмазной грани Фридриха Шварца, тоже в свое время вывезенного Мальцевым из богемии, да так и осевшего в Детькове на постоянное житье, даже женившегося тут на крепостной генерала. Но завтракать утром Шульц был приглашен опять к генеральскому столу. Мальцеву нужно было с ним потолковать кое о чем, узнать, что ему нужно для работы. В особенности генерал интересовало, сколько же ему, Жульцу этому, нужно будет золото и какого на варку каждого горшка золотого рубина. Ну, Генрих, да еще Свет Иванович, выкладывай, что и сколько тебе нужно от меня для твоих надобностей по работе, говорит ему Мальцев за завтраком. Шульц в богемии работал на заводе тамошним не только со своим братом немцем, но и с чехами и поляками. Знал их языки, но они сродни русскому языку. А поэтому он мог, хотя и с трудом, немножко понимать и объясняться и по-русски. Мой сначала желает иметь лабораторий свой, отвечает Шульц генералу. Ладно, будет тебе лабораторий твой, усмехнулся Мальцев. Прикажу отвезти тебе комнатушку при составной, там есть свободные закутки. Еще что твой желает? Еще мой желает помощник имеет. Гуд, будут у тебя и помощники, еще чего тебе надо? Некоторые кислоты. Дадут тебе это. А вот скажи-ка, братец ты мой, сколько тебе нужно будет золота и какого на каждую варку на один стопудовый горшок? И Мальцев вперил в немца испытующий взгляд. Шульц понял его и тут же ответил. Любой гольд. Лучше мелкий песок, но хорошо и монет. Так, говорит генерал. Ну, песка у меня нет золотого для себя, а вот монеты найдутся. И сколько же тебе монет нужно? На каждый горшок. На какую сумму? Сто талер, ответил Шульц. Сто? Изумился Мальцев. Это двадцать пятерок золотых на один горшок. Да ты, брат, не рехнулся случайно, а? Или твой язык сболтнул, с головой не посоветовавшись? Так надо, меньше нельзя, а золотой рубин не будет, спокойно ответил Шульц генералу. И насколько же ты меня объегоришь на каждом горшке? Скажи-ка по совести. Спросил Мальцев. Вас издас объегоришь. Не понял Шульц. Но обманываешь, обжуливаешь. Недаром же у тебя и фамилия такая Шульц. А это все равно, что и Жульц. Тут уж Шульц понял. Он стал возмущенный и твердо заявил генералу. Мой не Жульц, мой есть Шульц. И мой честный человек. Мой не обманает. Мой желает Цурюкин Фатерланд. Ну ладно, ладно, ты очень-то не репенься, брат. Сменил тон Мальцев. Успеешь еще повернуть лыжи в Фатерланд. Шут с тобою. Будешь получать двадцать пятерок. Только, полагаю, недолго ты меня облапошивать так будешь. А вашу немецкую честность я знаю. Вы за копейку можете брату родному горло перегрызть. Еще что тебе требуется? Больше мой ничего пока не требует, отвечает Шульц. Так, а когда к работе приступать думаешь? Через три дня. А что же ты будешь делать эти три дня? Спрашивает Мальцев. Мой желает смотреть ваш завод, оборудовать лабораторий свой. Очень хорошо согласен, говорит Мальцев. Пошатайся по цехам, зайди в мой музей, образцовую, полюбуйся на мой хрусталь. Ты, брат, не думай, мои работают не хуже ваших, а кое-что делают и получше. Я уже несколько медалей золотых и серебряных получил на международных выставках за свой хрусталь. Вот какие мои мастера. И будь спокоен, мои стекловары научатся. И рубин ваш золотой варите, да еще почище, чем ты. А теперь мы с тобой попили, поели, о деле поговорили. Пора каждому по своим делам разбредаться. Ауфидерзейн, то есть, до свидания, значит, ты будь здоров. Ежели что нужно будет, прямо ко мне. Но я и сам к тебе, нет-нет, да и загляну. Так что ты не беспокойся. Своим вниманием я тебя не обойду. Шульц и половина не понялись того, что сказал ему генерал. Но одно ему ясно, что пора откланиваться и удаляться, восвояси, что он и сделал. И вот он, сначала устроившийся в отведенной ему комнате в квартире Фридриха Шварца, идет на фабрику, начинает бродить по цехам. Его сопровождает земляк и хозяин квартиры, Фридрих Шварц. Фридрих дает ему пояснение. Без Фридриха Шульцу много бы не понять, особенно в музее Образцовой, где надо было не только смотреть, а и надписи читать. Шварц же не только пояснял своему земляку порядки на фабрике его, превосходительство, но и попутно рассказал ему о генерале все, что знал сам. Это очень большой богач, рассказывает Шульц. Его состояние оценивается более чем в 20 миллионов рублей золотом. Он получил прекрасное домашнее образование, знает французский и немецкий языки. Служил в лейб-гвардии и кавалерийском полку, командиром которого был принц Ольденбургский, а он был адъютантом у принца в звании генерал-майора. Его ожидала блестящая придворная карьера, но он предпочел ей управление своими заводами. Он заинтересовался этим делом еще в юности, и в самом деле, что ему в придворной должности, когда он тут сам себе царь и бог. Здесь он живет один, а жена его и дети находятся в Петербурге, при дворе. Жена его одна из самых приближенных к императрице Фрейлин. «Как? Он живет в одиночестве?» – без жены, – удивился Шульц. «Нет». «Зачем же?» – ответил ему Шварц. «У его превосходительства есть жены. У него их, как и у турецкого султана, тут полный гарем. И, как и у султана, среди них есть главная, некая Прасковья Андреевна». «Ну, позволь, позволь, он же христианин, а не мусульманин». Шульц даже остановился от удивления. «Христианин, да еще какой!» – ответил ему Шварц. «Ни одной церковной службы не пропускает. Большой любитель пения церковного». «Но ведь по законам христианской религии многоженство – ужасный грех. Как же он может так делать?» – ужаснулся Шульц. «А вот так и делает», – сказал Шварц. «Таким, как он все позволено, и он не один такой». «Какое грубое животное!» «Да, в грубости ему не отказать. Но и пройдох он тонкий. Ты с ним осторожней будь, если в дураках остаться не хочешь. Правда, к нам иностранцам, особенно к тем, кто постоянно тут остался, он относится хорошо. Работать у него нашему брату можно. Но ведь ты же у него не постоянный, а по контракту ты же не думаешь совсем тут остаться?» «Ни за что на свете! Особенно после того, что ты мне сейчас о нем рассказал!» – гневно сказал Шульц. «Да тебе-то какое дело, как он живет? Я не люблю таких людей!» «Нет, я не останусь у такого!» – крикнул Шульц. «Я тоже сначала не думал оставаться. А вот остался!» – вздохнул Шварц. «Где бы я смог заработать столько?» «А сколько ты тут зарабатываешь?» – поинтересовался Шульц. «Рублей сто в месяц!» «Все время так?» «Да, но так он платит только нам, иностранцам. И то не всем, а некоторым. Ведь я работаю над самыми дорогими уникальными изделиями. Своим же, даже таким мастерам, как я, он платит раза в три, а то и в четыре меньше. Своих он держит в черном теле». «Да, заработок у тебя хороший, ничего не скажешь», – заметил Шульц. «И все равно я тут не останусь». «Да не оставайся, кто тебя уговаривает!» – ответил ему Шварц. «Я тебя только о том толкую, чтобы ты ухо востро держал. В дураках не остался прежде времени. Если ты выдашь секрет изготовления золотого рубина, вызнают его у тебя стекловары, то тебя отсюда он живо домой наладит». «А тогда он платит мне большую неустойку», – ответил Шварцу на это Шульц. «Это еще как сказать, придерется к чему-нибудь и не заплатит. У него-то тут всюду свои судьи и прочее начальство. Лучше осторожней будь». «Гендрих Шульц никогда дураком не был», – гордо заявил Шульц. «Ну и хорошо, если это так», – сказал ему на это Шварц. «Хрустальная фабрика его превосходительства не приглянулась Шульцу, особенно составная, с которой главным образом и придется иметь дело ему, Шульцу. «Какая грязь, мой бог», – фыркал он. «И это там, где должна быть особая чистота. И это тут, где готовится шихта для хрусталя. Где будет составляться шихта и для моего золотого рубина? Нет, так не будет. Я потребую, чтобы для моего золотого рубина была абсолютно чистая шихта. Я наведу тут порядок». «Наведи, наведи, генерал тебе за это. Только спасибо скажет». «Мне не нужна его спасибо. Мне нужна хорошая шихта для мой хрусталь», – сказал Шульц. От волнения и не заметив, что опять перешел на коверканный русский язык со своего родного немецкого, забыв, что перед ним сейчас не генерал Мальцев, а друг-соотечественник. Остальные цехи тоже Шульцу не приглянулись из-за ужасной тесноты. Только в живописном, да гелиоширном, было мало Мальски попросторнее. И Шульц удивлялся, как эти русские могут работать в такой тесноте, да еще работают, как любо дорого глядеть. И не мешают друг другу, хотя казалось, что им и не повернуться тут. «Да, ловкие ребята», – думал Шульц про дядьковских мастеров. А еще больше он удивлен был, когда они вошли в музей Образцовую. Шульц да и Шварц тоже видели у себя в Богемии вот такие музеи, где выставлялись лучшие образцы изделий завода. И все же Шульца многое поразило в музее хрустальной фабрики его превосходительства. Образцовая помещалась на третьем этаже упаковочного цеха. Она занимала весь этаж, была залита светом, и экспонатов были тут тысячи. Такого обилия образцов Шульц не видел никогда. «Бог ты мой! И чего же тут только не наставлено!» – сказал он Шварцу. «Да, собрание богатое», – ответил Шварц. И они начали нетропливый обход выставки, останавливаясь перед тем, что вызывало особый интерес Шульца. Шульц никак не думал, что у русских этих медведей может быть столько прекрасных изделий из стекла и хрусталя. Его удивляла и чистота колера, и богатство алмазных граней, и разнообразный ассортимент. Здесь были сервизы для стола, церковная утварь и такие уникумы, как хрустальные самовары, сапоги и лапти, всевозможные грузы для бумаг. И грузы эти были сделаны с таким мастерством и выдумкой, что Шульц просто диву давался. Внутри одного из таких грузов из свинцового хрусталя была размещена деревенская свадьба. Сфаты, сватьи, жених и невеста сидели за обеденным столом. Все фигурки были сделаны из разноцветного стекла и выглядели как живые. Но особенно поразил Шульца самый большой экспонат музея-выставки, громадный, в рост человека, подсвечник из трех хрусталей. Белого, мраморного, бесцветного, свинцового и оранжевого. Шульц, как стекловарь, знал, как трудно сварить все эти сорта. Да, коэффициент их расширения должен быть почти одинаковый, иначе при обработке они бы разрушились. Сколько же эта махина стоит? Поинтересовался Шульц у Шварца. Без малого тысячи рублей, ответил ему Шварц. И покупают? Да, бывают заказы на такие изделия, богатые монастыри и соборы заказывают. «Мой бог, сколько же денег тогда у этих монастырей и соборов, что они могут платить за один подсвечник тысячу рублей?» Ужаснулся Шульц. «Ты еще учти и то, что такие подсвечники заказывают не в единственном числе, а по армии, по два, а то и по четыре», пояснил Шульцу Шварц. «С ума сойти, с ума сойти», удивился Шульц. Потом они перешли к разделу сервизов. Грань Дитриха, грань Кербеза, грань Белюстина, начал перечислять Шварц название сервизов. «О, наша немецкая, наши мастера делали?» – обрадовался было Шульц. «Нет, не наша, это все работы русских мастеров», – ответил ему Шварц. «Русских? Тогда почему же они называются так?» «А потому, что Дитрих, Кербез и Белюстин были когда-то управляющими этой фабрикой. Но они таким образом и хотели увековечить свои имена тут. Они приказывали какому-либо мастеру алмазной грани изобрести новую грань. Тот делал ее, а в списке названий новая грань заносилась под именем управляющего», – пояснил Шварц. «Но ведь это же нехорошо делать так. Это же все равно, что и воровство», – возмутился Шульц. «Мало ли что тут так принято», – сказал Шварц. «Я и сам создал несколько образцов новых граней. А думаешь, они носят мое имя? Как бы не так. Они помечены только номерами. Почему же ты не протестовал, не сказал об этом генералу?» «Потому что это бесполезно. Я бы имел от того только неприятности», – говорит Шварц. «Его превосходительство такое позволяет только высшим своим служащим. А мелкую сошку, вроде меня, он этим не любит баловать». Но были и на выставке и такие экспонаты, которые привлекли внимание Шульца своим убожеством и несуразицей. Особенно нелепым ему показался четырехгранный штоф из зеленого стекла мутного колера с шестью стаканами к нему небрежной, а ляповатой отделки. На боках штофа были нарисованы тушью силуэты кувыркающихся чертенят. Под ними надпись церковно-славянским шрифтом. «Здорово, стаканчики, каково пожевали? Меня поджидали. Пей, пей, увидишь чертей. Пить до дна – не видать добра». «Чертенята были изображены и на стаканах. Под ними тоже надписи тем же шрифтом. Первый стакан, второй стакан, третий стакан. И так по порядку». «Что это такое?» – спрашивает Шульц у приятеля. «А, это образец трактирного винного прибора. Называется он штоф. К нему, значит, и стаканы соответствующие», – поясняет Шварц. «А зачем на нем и на них нарисованы черти? И какой дурак рисовал их? Рисовал их не дурак, а художница Бем. Бем? Немка? По-видимому, да, но точно я не знаю», – говорит Шварц. «Видишь ли, у Мальца в одно время работал на иводском заводе немец Бем, тот самый, который первый начал варить бемское стекло для витрин магазинов. Был, говорят, и управляющий с такой фамилией на этой вот фабрике, а жена у него была вот эта самая художница. Это жена, а быть может и не жена, а дочь или сноха. Точно я тебе этого не могу сказать. Но что она работала, делала рисунки и для росписи стекла, так это, как видишь, факт. Нарисовала же она чертенят этих на штофе и стаканах, надо полагать для того, чтобы отпугнуть пьяница от зеленого вина. Но только цели своей она не достигла. Наоборот, пьяницы как раз полюбили этот штоф и стаканы. Всегда спрашивают подать именно его. А ну-ка, малый, подай нам того самого, который с чертями, да, полнехонький штоп. Говорят они половому. И тот подает, а трактирщику такой штоф тоже с руки. Секло-то мутное, какой зелень не налей, все равно не взглядишь. Трактирщики с удовольствием покупают такие водочные приборы. Какой ужас, говорит Шульц. Кому ужас, а кому доход. Его превосходительство немалую деньгу зашибает на этих приборах. Дольше всего Шульц задержался возле полок с цветным стеклом. Цветное стекло было его страстью. Он не только осмотрел все, что стояло на полках и стеллажах из цветного стекла и хрусталя, но некоторые изделия брал в руки и рассматривал их на свет, чтобы убедиться в чистоте колера. Старался найти пороки и изъяны. Но как придирчиво не рассматривал то, что брал в руки, а ничего плохого не нашел. Все было безупречно по качеству. И синяя кабальтовая, и желтая простоя, и желтая канареечная, и оранжевая, и голубая, и белая мраморная. Все было хорошо сварено, и отлично сделано, и разделано. Хорошими были и рубины, селеновый и медный. А медный был просто прекрасен, чистый, просматривающийся насквозь. Не было тут только пока золотого рубина, но скоро и он займет здесь свое место. Его, Генриха и Агана Шульца. Золотой рубин. Тут будет скоро и мой золотой рубин. С гордостью говорит он своему земляку, Фридриху Шварцу. Ну, это еще как сказать, усмехнулся Шварц. Либо твое, либо собственное его превосходительство. То есть, не понял, Шульц. А вот так, как только ты прошляпишь, вызнают у тебя рецепт твой. Научатся здешние стекловары варить твой золотой рубин. Так генерал поставит сюда изделие не из того рубина, который ты варил, а из того, что сварят его мастера. И будет это не рубин Генриха Шульца, а рубин его превосходительства, генерал-майора Мальцева. Слушай, ты уже говорил мне это, рассердился Шульц. А я тебе говорил и еще раз говорю, что такого не может быть. Генрих и Аган Шульц не был дураком и не будет им. Ни одна русская душа не узнает моего секрета. И больше ты мне таких слов никогда не говори. На этом Шульц и закончил свой первый осмотр выставки Образцовой. Он устал, и они со Шварцем зашагали домой. Шульцу надо было хорошенько отдохнуть, ведь завтра он приступит к работе и начнет первую варку своего золотого рубина. Ему надо не оскандалиться перед русскими стекловарами, а сделать варку качественную. А ведь золотой рубин в варке самая капризная штука. Он иной раз и у опытного стекловара, такого как Генрих Шульц, может получиться неудачным, тем более, что в составной такая грязь.